Всем здравствуйте! В этом видео мы поговорим о датах и наиболее благоприятном времени для проведения активации согревания денежной звезды. Согревание денежной звезды, активация звезды сокровищ, это одна из наиболее известных и любимых денежных техник у практиков и любителей фэн-шуй. Техника для быстрого привлечения финансов. Вы на канале Magic Life, меня зовут Ольга Скляр и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях для энергообмена и подписывайтесь на канал для поддержания баланса во Вселенной. Баланс во Вселенной главнее всего. В каждом месяце есть несколько дат, в которые в определенный сектор вашего дома посещают энергии звезды сокровищ. Именно там мы и размещаем свечу, зажигаем ее в определенный час и просим денежную звезду о приходе денег. Активации имеют накопительный эффект, но даже одна проведенная активация способна сдвинуть дела с мертвой точки. Активацию нужно проводить как можно ближе к внешнему периметру вашей квартиры. Свечу желательно восстанавливать на высоте 90 см от пола. Ни в коем случае нельзя проводить активацию в туалете или в ванной комнате. Обязательно поблагодарите звезду вне зависимости от результата. Помните, денежная звезда – дама капризная и характер имеет соответствующий. Поэтому обращаться с ней нужно вежливо, не требовать, не считать, что она вам что-то должна или чем-то обязана. Правильнее всего настроиться на свою цель и попросить звезду помочь в ее достижении. Итак, запаситесь блокнотами и ручками или же сразу ставьте напоминание в телефон. Выбирайте наиболее удобное из предложенных время. Свеча должна гореть 2 часа. В феврале месяц деревянного тигра наступит 4 февраля и продлится до 5 марта. Денежную звезду мы будем согревать в секторе Северо-Восток 2-3. Время указано солнечное, пожалуйста, переводите его для своего города. 1-я дата – 5 февраля. Наиболее благоприятные часы – быка, тигра, кролика, козы, петуха и собаки – не проводят активацию рожденные в год крысы. 14 февраля – часы тигра, кролика, дракона, лошади и собаки – не проводят активацию рожденные в год петуха. 15 февраля – наиболее благоприятные часы – крысы, тигра, змеи, козы, свиньи – не проводят активацию рожденные в год собаки. 25 февраля – наиболее благоприятные часы – быка, тигра, кролика, змеи, козы и собаки – не проводят активацию рожденные в год обезьяны. И заключительная дата – 26 февраля – наиболее благоприятные часы тигра, кролика, лошади и собаки – не проводят активацию рожденные в год петуха. Удачных вам активаций! Я благодарю вас за просмотр, ставьте класс, если видео было полезным и, конечно же, делитесь результатами в комментариях.